Моду диктует время. Еще полгода назад никто и не подумал бы, что весь мир оденет медицинские маски. Сегодня без них нельзя выйти из дома. Дефицит защитного атрибута в первую волну коронавируса заставил перепрофилироваться большинство швейных предприятий. Первые маски мы просто пошили для себя, как бы шутя все это начали делать, но когда у людей стало это все пользоваться спросом, мы уже, конечно, начали шить это масштабно. И масштабы такие были уже большие, что у нас и ткань закончилась, и резинка закончилась, и как раз все магазины были закрыты на карантин. Мы, конечно, занялись поиском тканей, резинки, это все была доставка через интернет, доставка курьерами. Это было очень сложно, но мы это все осилили. Пошив текстильных масок стал единственной возможностью сохранить рабочие места, удержаться на плаву малому бизнесу в период пандемии. Их выпускали не только маленькие швейные мастерские, но и крупные фэшн-индустрии – боска, диор, максмара, текстильные, марлевые, трикотажные, специальных медицинских материалов, всевозможных цветов, расшитые кружевом и камнями. И, конечно, наиболее востребованные были маски черного цвета. Заказывали целые предприятия, магазины крупные, чтобы у всего персонала были одинакового цвета, и мы шили прям очень большими партиями. И именно вот черный цвет расходился всегда на ура. Ну и самая эксклюзивная работа – это нам заказывали маску для свадьбы, мы расшивали ее камнями, бисером, специально под платье невесты. И это была самая такая креативная маска в нашей практике. Маски для особых случаев под конкретный наряд или стиль, а также детские, заказывают довольно часто, говорят специалисты. Яркие расцветки, индивидуальные размеры и многоразовое использование – основные преимущества текстильных масок. Для особой надежности и защиты нас просили делать специальные кармашки в масках, в обычных текстильных. И в эти кармашки можно было вставить специальный материал, из которых делаются медицинские маски. То есть таким образом вытаскивать его, менять каждые два часа, тем самым защита от вирусов гораздо лучше. Небольшой лоскут любой ткани, резинка лучше помягче, пара строчек и полезный аксессуар готов. Сейчас дефицита медицинских масок в аптеках нет, но носить стильную маску и защититься от вирусов красиво гораздо приятнее. Мария Шматкова, Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.